Кубинцы, например, так же как и вьетнамцы и китайцы, они могут воспринять рыночную экономику. То, что мы называем капиталистическим обществом, я вообще не люблю эти коммунизм, капитализм, это клише, в общем-то, пропагандистский. Рыночную экономику, естественно, как нормальные люди, они могут воспринять. Но революционные идеи впитывались именно на протяжении многих десятилетий. Так же, как китайцы и вьетнамцы, которые перешли к лозунгу «одна страна, но две линии, две политики». Одна в области экономики, другая в области идеологии, которая остается под неизменным, жестким и строгим контролем коммунистической партии и во всех этих трех странах. То есть на Кубе, скорее всего, вероятен именно такой вариант, а никакая не смерть революции. Те, кто не воспринял революцию, проголосовали ногами. С Кубы эмигрировало разными способами чуть ли не 10% населения и образовали кубинскую диаспору третью по влиятельности в Соединенных Штатах. Если говорить о развитии экономической ситуации, естественно, рыночная экономика, все, что с ней связано, на Кубе будет развиваться медленно, быстро, хорошо, плохо. Трудно это дело прогнозировать. Но что касается, некоторые увлекаются угрозами или прогнозами, как хотите, что с приходом американского посольства и восстановлением отношений, там чуть ли не Майданы возможны и всякие цветные революции. Мой опыт общения с кубинцами на Кубе, здесь, в России, ну, вообще достаточно значительный, говорит о том, что на Кубе эти вещи совершенно невозможно. То есть там, возможно, очень медленная, многолетняя какая-то эволюция. А в конце концов, я говорю, что возвращаясь к тому, что я сказал, это может прийти к китайско-вьетнамскому варианту. Санкции, вот в силу этих причин, отмена их, один из самых сложных вопросов. Но я абсолютно уверен, что и по этому вопросу они договорятся. Американцы, хотя они как бы за принципы и уперты и так далее, но они всегда понимают, что лучше уступить немножко и получить больше. Тем более, что многие пострадавшие собственники Соединенных Штатов получили страховку за свои, так сказать, экспроприированные предприятия и активы. Там действует достаточно развитая система страхования, в том числе от таких рисков. И вопрос, это единственное трудное место в их отношениях, потому что все остальное они провели просто в стиле сальса, очень быстро и все. Кубинцы народ очень практичный и из всего социалистического лагеря, позволю себе напомнить, наиболее самостоятельный в своей политике, ну во внутренней, само собой, но и во внешней политике. Кубинцы всегда как бы придерживались своей линии отношений с другими странами, в отличие, скажем, от других государств социалистического лагеря. Продолжение следует...